Ритуал освящения собрал у ворот новой католической святыни верующих со всего города. Принять участие в таком важном событии для них особая радость. Теперь прихожанам не придется проделывать большой путь, а помолиться и попросить о помощи они смогут в удобное для себя время. Есть такая потребность, и так само все верники выказали, как был сбудованный тут костел. Соправдно, нелегко это было, потому что на початку была зареистрирована парафия, потом так само мы почали стараться об месте под побудову костелу. И дякуючи державным уладам, городским уладам, які так само приняли такое решение выделить место под побудову костела. И вот эту побудову мы распочали весной этого года. Возведение нового костела сегодня проходит на основании решения городского исполнительного комитета. Брест с каждым годом становится все больше, а вместе с этим увеличивается и количество верующих. Строящаяся святыня станет центром Римской католической церкви для прихожан, живущих в районе Речицы, Дубровки, Березовки. В знак важности и ответственности в стену будущего костела, костела в честь Пресвятого Сердца Иисуса Христа, была вмурована капсула с завещанием будущим поколениям, а также освящен угловой камень. Будова уже настолько пошла на перо, что мы можем вмуровать капсулу и провести обратно освящение углового камня. Из весны были закладены фундаменты костела, перед этим был сделан проект. Пробож костела у завершения Святого Крыжа был отказан за то, чтобы скласти проект. Выбрана ответная организация. Тут Брестская, которая сделала этот проект. Мы прошли экспертизу, выбрали будовничную организацию, и будет костел. Строительство культового здания сейчас находится в активной фазе. Над фундаментом появляются стены. Подрядчики и строители пообещали, если экономическая ситуация будет складываться так же успешно, то своих первых прихожан костел примет на мессу уже в декабре.